Доброе утро, друзья! Сегодня суббота, находимся на выпуске Агро-Экспо. Хочу немножко рассказать о планах ремсинтеза, что мы хотим делать и получить от вас обратную связь. Нужна ли техника, которую мы планируем разрабатывать зимой? Хочу понять, насколько мы правильно смотрим и хочу спросить у вас вашего мнения. Так что сейчас пойду к импортным агрегатам, естественно, мы уже не копируем отечественного производителя давно. Мы не копируем ни то слово, не берем пример с этого всего дела. Хочу спросить вашего мнения, насколько правильно наши мысли, насколько мы правильно видим. Потому что без вас мы можем уйти вне туда, скажем так. Так что давайте, помогите мне, пожалуйста. И так, друзья, значит, пришел я на стенд компании Лантех. Это наша кировоградская компания. Значит, есть у нас такие планы сделать 16-рядную сейлку. 16-рядная сейлка, на ней будет стоять секция либо сейлка Атрии, либо сейлка Атрии, либо секция ЦРР. То есть мы сейчас подбираем концепцию именно рамы. То есть будет стоять наша секция, она классно себя зарекомендовала, что на ЦР, что на Атрии. Рассматриваем два варианта. Вадерштат Темпо и Джон Дир 16-рядный. Хотелось бы вот, хотелось бы понять, все-таки, с кого же нам взять пример. То есть вот сейлка Вадерштат Темпо имеет такую конструкцию, она поднимается вверх и залаживает на себя эти секции. То есть тут такая вот система, довольно-таки несложные эти рамы, и для нашего производства это вполне, скажем так, вполне реально. Так что вот мы смотрим вот на эту сейлку, взять концепцию этой системы складывания секций, и смотрим на сейлку Джон Дир. Много уже пересмотрели, и кинзу смотрели, вот которая слаживается. Но все-таки надо учитывать реалии нашего металла и учитывать все-таки реалии нашего производства. Либо же вот такая рама, тоже на ней возможна установка наших секций сейлки Атрия и сейлки Церера. То есть тоже есть пневмодогруз. И вот смотрим мы вот на такую конструкцию. То есть тут получается, сзади получается там, по-моему, 6 секций остается, а по 5 слаживается. Ну, либо там чуть по-другому, ну, смысл такой. То есть получается, гидроцилиндры тянут крылья, вот они, гидроцилиндры тянут крылья, секции залаживаются сюда, труба с трубы, такой имеет телескопический эффект, выходит, и сейлка прячется, крылья прячутся поближе к дышлу. Так что такая вот концепция. И если честно, мне больше нравится вот джиндир. Скажите, друзья, посоветуйте, может быть, нам еще стоит обратить внимание на какого-то производителя. Но я вот, у меня такая профессия, я занимаюсь этим всем делом, такой визионер, скажем так. Езжу, смотрю, узнаю мнение и очень хотел бы получить обратную связь, понять, какую конструкцию все-таки нам рассматривать для создания нашей 16-рядной сейлки. И нужна ли она нам 16-рядная сейлка. Так что жду ваших всех комментариев, пожалуйста. Буду очень благодарен. Друзья, вот я пришел к стенду кинзы. Тоже тут есть у них 16-рядная сейлка. Но, увы, 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 нам конструкция это невозможно. Мы такое не сделаем. Сразу смотрим, правда, в глаза. Довольно-таки сложная система вот этого поворота, разворота. То есть такой вариант 16-рядной сейлки у нас отпал в самом начале планирования. Но, друзья, тут я увидел, есть такая сейлка кинза 30-30. Она очень сильно похожа на нашу атрию. В плагиате нас никто не сможет обвинить, потому что атрия появилась раньше, чем сейлка 30-30 на рынке в Европе. А сейлка была представлена только этой весной в Украине. А атрия 8АЛ уже работала в этот весь период. Такая же система, вот видите, у них тут расширенная рама. Такая же система будет в атрии. То есть на этот брус установятся банки. Будут установлены сочники, либо колтера с ножами. И туковая система будет установлена. Уже у нас тоже есть эта концепция, уже готова. Мы чуть, к сожалению, не успели ее на выставку поставить. Да и таких особых планов было. То есть сейлка кинза 30-30. Очень классная машина. Но наша атрия, кстати, эта сейлка стоит 65 тысяч долларов без системы внесения удобрений. А если с системой внесения удобрений, то под 70. А атрия наша стоит 25. Чувствуете разницу? Учитывая, что у нас тоже стоит высевающий аппарат V-Set. Так что я не знаю. Выбор за вами. Еще раз напоминаю. Рама у нас сейчас будет такая уже на сейлках с удобрениями. Будет стоять 4 бака. Так что такая вот кинза. Кинза, конечно, классная сейлка. Тут тоже спору нет. Но наша атрия сейчас довольно-таки неплохо себя зарекомендовала. С системой посева V-Set 2 от компании Precision Planting. Практически не уступает никому на рынке с импортных производителей. Так что так вот, друзья. Сейлка кинза 30-30. И атрия AL в противовес ей легко. Приятно то, что опять же штуки не появилась сначала кинза, потом атрия. Появилась сначала атрия, потом кинза. Итак, друзья. Нахожусь на стенде компании Horsch. Значит, он как раз вовремя пришел. А то ее отгружают, эту нашу сейлку будущую. Значит, хочу вам сказать. Есть такая хорошая классная сейлка. Я вообще влюблен в нее. Называется Maestro 8DV. То есть, этот агрегат очень универсальный. Имеет пропашную шину. Мы хотим тоже сделать подобную машину. То есть, у нее будет пропашная шина. То есть, база одна получается. Бункер, в который 50 на 50 удобрение зерно. Во время посева подсолнечника кукурузы, значит, этот бункер используется для удобрений. А банки наполняются зерном на каждой секции, которая установлена на шине. То есть, мы тоже рассматриваем такую вот концепцию. Она очень классная, очень крутая, очень компактная и очень универсальная. А универсальная потому, что легко с пропашной сейлки эта сейлка превращается в зерновую. Ставится такая вот шина, они ее называют. То есть, для нас это тоже очень довольно-таки простая и сложная конструкция. И мы тоже рассматриваем. Друзья, так что жду обратную связь. Нужна ли нашим потребителям и потребителям в СНГ такая вот машина. Похорошая по качеству и за демократические деньги. Будет ли она пользоваться спросом? Хотелось бы узнать и услышать ваше мнение. То есть, покупайте одну сейлку, сейте зерно и сейте подсолнечник. Друзья, очень надеюсь получить обратную связь. Буду очень благодарен. Я как человек, который занимается исследованием рынков, потребителей, кому что нужно, вот очень сильно обратил внимание на вот этот вот агрегат. Потому что я как, все-таки я тоже раньше работал в сельском хозяйстве и понимаю, что такое иметь две машины. А вот такой вот универсальный вариант, мне кажется, очень может даже подойти. Так что так вот, друзья, всего доброго. Сегодня последний день выставки. Выставка была очень клевая. Хотелось бы сказать очень большое спасибо организаторам, что с нашего города, Кировограда, сделали серьезный такой центр сбора всех сельхозмашиностроителей и потребителей. И техники, и не только техники. На выставке очень много всего интересного. Работает ярмарка, хорошее настроение, хорошая, веселая, веселая атмосфера. Все очень классно. Так что, друзья, всего хорошего. Приезжайте в Кировоград на выставку каждый год. Если кто не успел в этом году, обязательно приезжайте в следующем. Так что всего хорошего, всего доброго. Приезжайте к нам, приезжайте в Кировоград, приезжайте на Ремсинтез обязательно. За недели вдвоем с тобой, вдвоем с тобой Остались ты, да я, Любимая, любимая, Бесценная моя.